Работу, нацеленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, ведут также и сотрудники Министерства внутренних дел, причем сразу в двух направлениях. Полицейские проводят профилактические беседы с жителем Итвери, напоминая им о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также проверяют торговые точки, которые работают вопреки существующим ограничениям. В одном из таких рейдов приняла участие наша съемочная группа. Вот такие объявления из патрульных автомобилей можно услышать теперь в каждом районе Твери. Горожан призывают не выходить на улицу без крайней необходимости, а оставаться дома и максимально ограничить социальные контакты. Официального запрета покидать свои дома, аналогичному тому, что действует на территории столицы, в нашем регионе пока нет. А потому нахождение на улице даже без особой на то причины пока не наказуемо. Однако все места массового отдыха, детские площадки и парки закрыты. С людьми, замеченными рядом с ними, сотрудники внутренних дел ведут профилактические беседы. Всем гражданам рекомендовано находиться дома и соблюдать режим самоизоляции. Запрещено находиться в парке культуры и отдыха. Так что больница такого еще не слышала, но в аптеку это. Поход в аптеку, выгол собаки или покупка продуктов. Большинство горожан, как правило, признаются, что из дома вышли из-за возникшей необходимости. Однако, как показывают последние дни, людей на улицах Твери стало значительно больше. По всей видимости, причина в установившейся на территории Верхней Олжи по-настоящему теплой весенней погоде. Тем не менее, сознательных граждан даже апрельское солнышко не должно заставить выйти из дома. Ну, кормиться надо. Просто вынужден на улице. Это, разумеется, я один. Вообще один. Иду в аптеку. У меня некого ходить. Я сама одна. Аптеки и продовольственные магазины в Твери работают. Однако остальные торговые точки, согласно постановлению губернатора Тверской области Игоря Рудени, в данный момент осуществлять свою деятельность не могут. Впрочем, находятся те, кому закон, что называется, не писан. К примеру, ассортимент вот этого магазина особым спросом в период пандемии, очевидно, пользоваться не будет. Вазы, кастрюли и электрочайники от коронавирусной инфекции не спасут. Однако ушлые коммерсанты прямо на входе нарочито установили полку с туалетной бумагой, влажными салфетками и моющими средствами. Мол, мы торгуем товарами первой необходимости. Полицейских подобными трюками не проймешь. А вот продавщица, кажется, не ожидав такого наплыва народа в период нерабочих дней, смутилась и начала прятаться от камеры. Можно я снимать? А, не снимайте. А мы не вас снимаем, мы снимаем сотрудников полиции. Не обращайте внимания. Магазин снимаем. Так, руководитель кто у нас? Можно, пожалуйста. Руководство магазина не объявилось ни через 20, ни через 30 минут. Отметим, что это единственный магазин, который работал в этом торговом центре в момент визита сотрудников полиции нашей съемочной группы. Остальные коммерсанты оказались законопослушными. Впрочем, и этой лавочке со сковородками осталось недолго. В отношении юридического лица представители органов внутренних дел составили все необходимые протоколы. И в скором времени торговой точке придется временно закрыться. И хорошо для предпринимателей, если еще штраф не назначат. Продолжение следует... Продолжение следует...